Добрый день! За время нашей работы на посту и урок руководителя администрации сельского поселения Барвихинского столкнулись мы с проблемой жителей, которую сейчас собираемся помочь им решить. Более 40 лет здесь люди пользуются участками, сажая огороды свои, и поможем их им легализовать. Для многих это здесь очень важное средство для того, чтобы пропитаться и очень важная помощь в выживании. Здесь не все богатые, не все миллиардеры, поэтому для этим жителям мы сейчас поможем. Собственно, подпишем письмо от имени администрации, с нами губернатора Воробьева. Собственно, давайте сейчас его и подпишем. Будем жителям помогать. В прошлом здесь глава у нас делал все, чтобы этого не случилось. Ну и в итоге власть здесь была дискредитирована тем, что она от народа, точнее к народу, поворачивалась всегда одним и тем же местом, задним. Кстати, можно зачитать, будет обращение депутатам. Ставлю вас в известность, что администрации сельского поселения Барвихинского изданы распоряжения номер 38-р и номер 39-р от 28.05.2019 года. Признание аварийными и подлежащими сносу. Дома номер 62 по адресу Московской области, Одинцовский район, село Усово. Дома 4 по адресу Московской области, Одинцовский район, поселок Усово, Тупик. Соответственно, установлена причина, по которой решение о бюджете сельского поселения Барвихинского на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов не было принято. В соответствии с этим прошу вас, Национальный совет депутатов, Одинцовского городского округа при рассмотрении вопроса об утверждении решения о бюджете сельского поселения Барвихинского на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, в котором запланировано выделение бюджетных средств для расселения и высших пересчиненных домов, проголосовать за принятие решения о бюджете сельского поселения Барвихинского на 2019 год. Мы будем жителям помогать, сейчас и по домам пройдемся аварийным. Пригодится, все может быть. И по участкам, то есть мы здесь недолго, возможно, нас скоро уже выкинут и вытеснят эти люди, потому что мы их здесь абсолютно не устраиваем. Но пока мы здесь сидим, мы сделаем много полезного и хорошего. Вот, говорят, власти не работают, не действуют. Ну как не действуют? Написали надписи протестные, приехали, закрасили надписи протестные. А, говорят, не работает никто, работают. Если весь дом зарисовать, оппозиционными лозунгами покрасят весь дом. Что случилось, никто не приедет. А как написали, что нищие обездоленные, так сразу приехали. Во! Сразу, вечером, ночью. Ночью приехали. Ночью приехали. Быстрее их закрашивать. У нас, кстати, 2-го числа будет митинг, 19.00 в поселке Боревиха. Да, 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 мы собираемся, собираемся, приедем, приедем. Когда надо, то есть это, я делаю. Я говорю, сразу приехали, сегодня искали почему-то нашу соседку Власова, Татьяну. Наверное, хотели ее забрать. Там ее из-за митинга, она организатор. Да? Вот, забрать ее хотят в милицию, думать, что она, в полицию, что она здесь у нас все это делает. Беспредел. Наехала очень много, прямо позавчера вечером, вчера днем, утром они сразу приехали, вот закрасили. Лучше так старались. А, вчера закрасили? Вчера закрашивали? Да, вчера утром, вчера утром. Вчера утром, да. Милиция понаехала, все красили здесь. То есть милиция красит стены у Вас? Нет, красит в этом управлении. Они здесь, чтобы, наверное, их не побили, эти все управления. А я думал, тут это, милиция уже стены закрашивает. Нет, мы сегодня приехали, искали, это нашу соседку Власову, зачем? Митинг, митинг, митинг. Она организатор митинга. Хотели это, заставить ее отказаться. Ну да, да, да. Вот так вот. А вы говорите, не работают, они работают. Надписи закрашивают, митинги пытаются запретить. А что, митингов нет, надписи нет, все нормально. Вот проблема-то решена у людей на самом деле. Лучше бы они так бегали, чтобы дом расселить, а не надписи закрашивать. Расселить – это дорого, а вот надписи закрасить – это нормально. Нет, под расселение деньги выделены. И запугать. Программа приняты, деньги запланированы. Но можно же украсть. Вот, правильно, нет. Для этого надо вообще не расселять. Тогда можно украсть. Ну вот, продолжение. Пойдем у нас. Признание аварийных подлежащих сношу жилищного дома. Номер 4 – это двухэтажный барак. Мы его здесь оглядывали. И сейчас опять туда поедем. Все жители мучаются, обращаются. Прежний глава администрации не захотел признавать их аварийными, а мы признаем. Усово, дом 62. Всего 500 метров от резиденции Валерия Ивановича Путина в Новоагадово, которая тоже относится к этой территории. Вы знаете, в 500 метрах, как живут у нас люди. Далеко уезжать не надо. Такая разруха, покосившийся дом. Провалившийся фундамент. Сырость. И смотрите, он даже ниже этой стоит, там, спуск. И сам дом, посмотрите, какое перекосило здесь. Пойдем, жители. Здесь вообще даже 62-й дом, нету канализации даже. Люди живут непонятно в каких условиях. Тоже подпишем. Тенеев Сергей Александрович. Сейчас депутат Совета депутатов Одинцовского женского округа. До этого был главой сельского поселения Борюхинская. Одной из причин, кстати, увольнения потопчика было то, что он не выпустил распоряжение признания домов аварийными. Сейчас Демушкин Витрий Николаевич устранил это препятствие, так скажем, выпустил распоряжение. Теперь мы проголосуем за утверждение бюджета, чтобы деньги были выделены и наконец-то началось расселение вот этого дома. Так, вот подписал только что я по двум домам. Четвертый дом по адресу Московская область, Одинцовский район, поселок Усово, Тупик, дом 4. Даем распоряжение о признании дома аварийным. А вы еще можете повторить, что там юристы сказали по поводу заключения, которое потопчук подмахнул? Да, они сказали, грубо говоря, что это Филькина грамота, потому что там указано слово основание. Если есть в распоряжении написано основание, признать дом аварийным, а должны были написать просто признан дом аварийным. Без слова основание. Основание это значит, что возможно и будет пересмотрение. Ясно. Вот смотрите, зная по Непонасовочке, Дмитрий ездил, тоже посмотрел все дома. Мы тоже пришли к заключению, что дом аварийный и выпустили распоряжение, где дом четко признан аварийным. Причем есть программа, принятая Советом депутатов о расселении. Смотрите, сейчас Мособлдума приняла закон, который позволяет принимать Совету городского округа, принимать решение о утверждении бюджетов поселений, где эти бюджеты не утверждены. Поэтому в июне-июле будет вынесен вопрос о принятии бюджета сельского расселения Барвихицкой, где заложены деньги на ваше расселение. Кстати, Дмитрий Николаевич, наш адрес депутатов на правовое обращение, где он указывает, что устроена причина, по которой решение о бюджете не было принято. То есть, выпущено распоряжение признан аварийными. Поэтому новая власть городская никуда не денется. Она будет обязана заниматься вашим расселением. Я в курсе, я слежу за событиями, я знаю, что времени будет. Надеюсь, что он наконец-таки нас услышит. Спасибо вам, что вы это все как-то... Ну, Бога, у нас есть какое-то время. Все, что можно, мы сделаем. Я вот, у меня сейчас два маленьких ребенка. Один сейчас просто спит. Но я стараюсь следить за этим, потому что хочется все для детей. Условия просто, как говорится, отвратительные. В плане даже соседства с электричкой. Потому что дети пугаются, когда гудит. Сотрясаются стены. Мы боимся, что просто потолок обвалится. Невозможно провести никакой ремонт. Потому что двери, окна, во-первых, вкладывать деньги в это. Потому что все рассыпается, все смещается, так скажем. Но обогасившиеся мы видим. Да, да, да. Мы вот поменяли пластиковые окна, с них все размещено. Из-за фундамента тут видно, что все. Оседают. Двери так же скрипит, пол от просто ужаса. Дети не могут уснуть из-за этого. Потому что одну ложь отстает. Проходишь в другую комнату, все скрипит. И боимся, что прямо отсыпется. А самое главное еще, что нет горячей воды. Не предусмотрена в этом доме горячая вода. И приходится пользоваться колонкой. Из-за этого часто нас навещают газовщики. Потому что некоторые жители этого дома, к сожалению, находятся иногда в алкогольном опьянении. И могут либо неправильно пользоваться колонкой, а это значит сразу залетимым. Так и говорят газовщики. Поэтому они очень часто нас навещают. Потому что неправильно установили газовую колонку и так далее. То есть это очень такой страшный момент. За детей, за здоровье, за образ жизни. Мы очень опасаемся. Это раз. Во-вторых, даже электропроводка внутри. Вот прям вот здесь. Вот данный момент. Мы сейчас переделали, но загорелась она. То есть задымилась. Если бы нас дома не было, я не знаю, что было очень старое. Мы даже не понимаем, как там делали в то время. Такими клубами все. Какие-то железо вбито еще добавлено. В классе там непонятно. Так, мы еще одну копию оставим. Да, 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 спасибо. А то, я думаю, точно все равно через суд придется решать. То есть нам, с нашей стороны, что вы нам посоветуете? Я теперь посоветую подождать принятие бюджета. Как только мы его утвердим. А да, это конкретно еще неизвестно. Сегодня Иванов озвучил это. Пытался на нас свалить в вину все по поводу непринятия бюджета. Но на самом деле, вот ей-богу, мы действовали четко по закону. И 19 апреля был последний совет, на котором мы пытались принять бюджет. Но вот группа Макарова, Дергачева, Давыдова и Гонохин просто отказались голосовать за открытие совета. И устроили там черти что. Если что я сделал лучше, на самом деле мне бюджет был не нужен. Нужен был меня просто дискредитировать перед выборами. Смотрите, значит ситуация такая. Примут бюджет в городской округ наш Борехинский. И вот тут надо будет отследить, чтобы программа по расселению была исполнена. Учитывая, что есть распоряжение, что дома признаны аварийными. Чтобы эти деньги, 180 миллионов, которые выделены на всех переселенцев, на ваш дом, на 62-й, на 22-й дом в поселке Бореха, никуда не ушли, чтобы они их не перебросили. Чтобы четко только на вас потратили. Чтобы купили вам квартиры, расселили дом. Я сразу сообщу, как только бюджет будет принят. Детские сады рядом и так далее. А подскажите, а присутствовать можно? Они не пускают никого. Это не наш совет, где мы пускаем всех. Мы только узнаем. Ну да, только от меня получается. Ну второго же зла мы попробуем здесь, чтобы люди, может, мидинг проведут. Тоже здесь все озвучиваются. То есть, если какая-то помощь у нас нужна, мы все это указали нашей семье. Ну я знаю, да. Как сможем. Наша задача... Появляющее внимание и все, что мы можем сейчас сделать, мы сделаем пока. Это, во-первых, решить вашу проблему. И уже во-вторую очередь, исполнить свои обещания. Да, потому что нам многих тоже что обещал. Но, к сожалению, действий никаких. Ну, пока документ есть правовой. Поэтому на это уже можно двигаться. Можно потом в суд подать и обязать власть городского округа за место расселения. Спасибо вам, что вы хотя бы занимаетесь. Мы просто на глаз куда едем. Потому что мы уже сами даже сняли видео. Мы тоже выложили в СМИ. Мой муж отлично снимал. Дмитрий Николаевич человек известный. Я надеюсь, там это воздействует. Да, мы следим за вами. Удачи. Спасибо. 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 До свидания. До свидания. До свидания. А на что он когда снимал внимание обращал? Здесь есть какие-нибудь какие-нибудь моменты, которые снять можно у дома? Ну, что из той стороны... Ссылку вам скинуть. Да нет, вот сейчас. Мы сейчас еще у Татарина поспрашиваем, на что внимание обратить. Ну, когда снимать дом самому. Ну, мы дату строительства дома и вот про электричку, также газ, электричество. А у вас какой год постройки дома? Ой, я сейчас... По-моему, 40 или 30. Да, да, да. Ну, я понял. Он снимал видео, он тоже все документы поднимал. Хорошо. Да, это разберемся в администрации. Да, спасибо. Да не за что. Пойдем дальше работать. Голубина, наверное, единственный, кто против расселения, да? Там еще Уверьянова есть, потом от дома уже... И по дому 62. Это у нас тоже Московский область, Одинцовский район, село Усово. Дом уже 62. Это Демушкин Дмитрий Николаевич, новая исполняющая обязательства, срековая администрация, вместо увольного потопчика, который, кстати, заперся в администрации и пытается через суд восстановиться на работе. Но я думаю, пупок надорвется. Так, выпущена была Демушкина Дмитрием Николаевичем распоряжение признать домов аварийными. Вам заверенную копию сейчас передаем. Если что случится, когда власть, наши местные окончательно закончатся, в суде хоть смогли бы заставить городские власти признать дом аварийным. И деньги выделить. Ну, а если о бюджет приняли, вы говорили. Что? Но бюджет же приняли. Нет еще. Не приняли бюджет? Нет. Они продавили через Московскую область, что район, городской совет может принимать бюджет. Пока еще вопрос не выносился. 19 апреля мы ставили вопрос о принятии бюджета. Но группа Макарова, Дергачева, они просто не проголосовали за открытие заседания. Устроили там такой дебош с поливанием грязью. И совет не состоялся, поэтому бюджет не был принят по их виде. Ну, мы нашли вот нормального, честного человека, Демушкина Виктора Николаевича. Нам бы какие-нибудь бы, может быть, рассказали бы про дом. Который все-таки распоряжение выпустил. Чтобы человек снял что-нибудь. Что-то рассказывает. В этом доме живу с рождением. И срок 3 года. Вот какие условия заведутся. Входим в туалет. Там колонка у нас. Сказали, что колонка, это мы пользуемся водой. Что она, как, пожарная. Она не питьевая. Но мы за нее платим. И невозможно. Потому что трубы все гнилые проходят в тупик. Все трубы гнилые. Фигменты какие. Наливаешь воду, там червяки и все, что подряд. Кто-то машину помыл здесь. Уже в колонке вся пена. Вовремя воды протекает. Ну, посмотрите. Там сосед у меня снял фундаменты. Что там под этим фундаментом? Там гниль все. Фундамента нет вообще. Зимой жить невозможно вообще. Дом продувается насквозь. Насквозь продувается. Я вот спал на кухне. На ГВ топили. Когда были морозы. В каком году он был поставлен? В 60-х годах, в 50-х годах. Он был построен вообще преминое жилье для работников. Ну, да, по-моему, 56-й год. Да, 56-й, по-моему, год. Жилье для железной дороги. Там не одет здесь. Ага. Вот видите. Воименное жилье для работников железной дороги изначально становилось. Так временное жилье для работников. Вот, по-моему, что строится. Там вообще поградил пленку. Там одна гнижка. Понимаете? Понимаете? Вот. Видите? Угу. На первом этаже вообще жить не могут. Все продувается насквозь. Нет, вон, да. Вот стоит он, вот на этом столе. Кошка сидит, смотрит нас. Смотри. У нас в доме ничего нет. Жилец второго этажа. Кс-кс-кс-кс. Ни воды, ни туалета. Понятно. Вон туалет. Смотрите, смотри. Смотри, туалет. Смотри. Смотри. Видите? Не косится ничего. Чего не делается вообще? Это по одной из причин, по которой... Смотри, он еще вниз туда. Черт, я ничего не делал. Комнижка не отбирается, раз в месяц приедет. Пожарка это и все. Вот туалет, посмотрите. Мы ходим в туалет. Все. Жители. В вывеску. Ага. Смотрите, прям, кто пойдет. Я даже смотреть не могу. Честно. Это в 500 метрах от резиденции Верховного командующего. Снимите туалет. Это мужской этаж. Путина? Путина? Вот про это мы сейчас обязательно скажем. А он здесь зарегистрирован или как? Пропису. Кто? Путин. Нет. Не избиратель, да? Резиденция тут. Резиденция. Ну, Огарева. Она относится к этой, когда тебе идет в воде? Да, да, да. Она уходит в наш Кринес. Нового Огарева, да? Да, да, да. Можно просто прокатиться потом. Там отдельная дорога у него же въезд, да, туда? Ну, отдельно. У него забор-то выходит прям к этому. Можно вдоль забора проехаться. Вот, соответственно, мы гербовой печати все это еще скрепим.